Капитан другого ранга Навум Капан у пограничных войсках прослужил 29 годов, починавящий у 40-х наместникам начальника Касанской заставы на далеком исходе, потом служил на пограничных кораблях, переробленных с торпедных катеров. И хоть сучастной техникой их поравновать тяжко, свою задачу пограничники поспехово выполнили в темнику по обороне экономичных интересов Советского Союза. В час службы на острове Шакатан японских браконьеров затримывали литерально праздень. Японская территория рядом была там, то естественно тут полторы-две мили было. И они заходили, мы с целью ловли краба, ценные рыбы и так далее в наши воды. Естественно пограничники, которые охраняли государственные границы именно на Дальнем Востоке, в районе Курийских островов, Малой Курийской гривы, они задерживали их как нарушительные государственные границы. Сучастные белорусские речные пограничники до оховой державной границы готовы постоянно. В эти дни катеры начинают навигацию и выходят на Великую Ваду. Хотя это не значит, что зимой граница по рассею не оховывалась. Для катеров на поветерной подушке переход практически не существует. Они сдольные рухаться по земле, люди и воде. Причем ее уровень принципового значения нет. Судно без проблем пройдет там, где лодка по рушальнику оказывается бескорыстной. Вот этот катер на поветерной подушке у отделения береговой оховой с 2015 года на боевом дежурстве находится круглый год. Это довольно худкая амфибия. 60 километров в годину по воде и до 100 по лёде. А при чатах он может одночасово взять на борт до 10 пограничников. Согадовый юбилей службы пограничники сусыркают у Старои. Физичная и медицинская подрыхтовка, выучение материальной части сброи, отпрацовка нормативов по огневой подрыхтовке и непосредная охова державной границы. Кожный день расписаны литерально по хвилинах. Для лётчиков-пограничников колонная задача – поветренное патрулевание, принятые на узброение автожиры, могут вздыматься на вышине до 3 километров и находятся в полёте до 3 годин. За этот час они передоливают около 350 километров. Односно невеликая ходкость и высокая манёвренность дозволяют эффективно контролировать ситуацию. Сховаться от такой машины порушальникам вельми проблематично. Осуществлять манёвры безопасно, потому что он никак не может впасть в штопор, никак не может потерять обороты. И благодаря тому, что он может летать на малых скоростях, очень легко вести визуальный обзор, поиск, преследование. Дальше наводим наземные поисковые группы, и они уже определяются, нарушители они, не нарушители. Сегодня пограничники корыстаются заслуженной повагой на территории всей Беларуси. Олег, городский посёлок Плоев можно вызначить особливо. Сформированная с пограничников 106-я Забайкальская стрелковая дивизия у вечера 16-го кастричника 1943 года вызволила гэты населенный пункт от оккупантов. Немецкая оборона, яка лечилась и неприступной, была поспехово переодолена. Зараза в этих падеях нагадывая памятный знак на Алоевской аллее героев. Менавито тут сучасные пограничники проводят свои урочистые мероприемства. И менавито сюда они придут 28 мая подчас святкования 100-годя пограничной службы. Можно сказать, что это звёздная часть этой дивизии. За период войны в ней звание Героя Советского Союза было удостоено 51 воин. Из них 48 за Лоевский плацдарм. А вообще представлялось 69 воинов званию Героя Советского Союза. 21 октября 2005 года в Лоев был открыт памятный знак воинам 106-й дивизии. И это состоялось по инициативе ветеранов-пограничников и гомельского пограничного отряда. Первым, кто возложил цветы к памятному знаку, был глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко. Олег Синтеров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».